Чудной апрель Впереди вас ожидают, наверное, очередной рекорд по объему списка игр в выпуске и дух сюрреализма, решивший красной нитью пронзить этот самый список. На stopgame.ru самые ожидаемые игры апреля 2017 года представляет Глеб Мещеряков. И начнем с неоднозначного эксклюзива для PlayStation 4 – Drone to Death. С одной стороны, игра отличается оригинальным бунтарским визуальным стилем, а с другой – различные пресс-показы вроде бы вскрыли не особо-то глубокую и отчасти топорную геймплейную механику. Хотя, возможно, к релизу все уже успело поменяться? Проверить можно совершенно бесплатно, если вы являетесь подписчиком PlayStation Plus. Вряд ли многие из вас слышали про Blackwood Crossing. А ведь трейлер этого приключенческого повествовательного проекта может заинтриговать. Девочка Скарлетт вместе с младшим братом Финном отправляется в путешествие на неком фэнтезийном поезде и в процессе сталкивается с загадочными метаморфозами, пугающими событиями и откровениями. Будем надеяться, рассказчики в неизвестной доселе студии Paper 7 собрались хорошие. Видимо, большие фанаты роботов из компании Big Robot, отметившиеся ранее игрой Sir, You're Being Hunted, готовят к релизу The Signal from Tolla. Шутер от первого лица в открытом мире, да, с элементами выживания. В общем, британцы продолжают гнуть избранную жанровую линию. Вот только вместо викторианско-джентльменского колорита в центре внимания теперь далекая планета и сгинувшая цивилизация. С Йоко Лейли все просто. Если вы с теплотой вспоминаете времена расцвета трехмерных платформеров и Banjo-Kazooie на Nintendo 64 в частности, то, конечно, вам стоит приглядеться к этому уверенно профинансированному на Кикстартере проекту с хамелеоном и летучей мышью в главных ролях. Разработчики просили 175 тысяч фунтов стерлингов, а собрали больше двух миллионов. Это ли не показатель востребованности? Еще один пришелец с самой популярной краудфандинговой платформы – Impact Winter. Очередной зимний выживастик, отличающийся от прочих разных, во-первых, достаточно конкретной целью – продержаться 30 дней в ожидании подмоги, а во-вторых, кучкой второстепенных персонажей, каждый из которых отличается собственными талантами. В общем, по описанию смахивает на комбинацию The Long Dark и This War of Mine. Когда Дэвид Кейдж еще был далек от изобретения велосипеда, а точнее жанра интерактивного кино, это самое кино было очень похоже на обычное, то есть с реальными съемками и актерами, но с рядом всевозможных развилок, где игроку и нужно было проявлять себя. Late Shift, выходящая 12 апреля, это как раз того самого олдскульного поля ягода. Снятый в Лондоне триллер обладает 7 концовками и 180 точками выбора. Еще один деятель, знакомый с понятием интерактивного кино не понаслышке – это, конечно же, компания Telltale Games. И она в середине апреля собирается запустить свой очередной сериал по лицензии. В этот раз речь идет о Марвеловских Стражах Галактики. Дебютный эпизод, всего которых будет традиционно 5, можно будет отыскать не только на обозначенных в плашке крупных платформах, но и на мобильных iOS и Android. И еще один товарищ кикстартера, что-то сегодня их неприлично много – Shines The Lightning Kingdom. Это японская ролевая игра, прошедшая через призму французских разработчиков. В итоге имеем симпатичный закос под восточный художественный стиль, прямоходящих зверьков и историю о странствиях и спасении. Одной из главных особенностей является боевая система, вобравшая в себя черты файтингов. 20 апреля выходит Сибирь 3. И, честно говоря, этим сообщением хочется ограничиться, но во имя порядка и баланса нужно еще что-то сказать. Знаете, даже если игра окажется хуже своих предшественниц, я вряд ли огорчусь. Как и в случае с Duke Nukem Forever, например, просто приятно, что история получает свое завершение, что легенды не умирают, что о них идет молва, что есть еще один отличный повод предаться ностальгии. Старикам везде у нас почет, молодым везде у нас дорога. Одним из таких молодых, самобытных и амбициозных кажется польский проект Inner Chains, цепляющий мрачным биомеханическим сеттингом и вроде бы вполне себе удачным сочетанием жанров хоррор и экшен. За разработку отвечают выходцы из множества разнообразных крупных студий, так что результат на самом деле может оказаться заслуживающим вашего внимания. Новая часть Micro Machines от Codemasters вряд ли подарит ностальгию в тех же объемах, что и CB, но порадовать тех, кто помнит, наверняка попробуют. Веселые покатушки на игрушечных машинках собираются разнообразить мультиплеером на 12 участников и новыми режимами на аренах, вроде Capture the Flag и King of the Hill. Кто знает, может у нас появится отличная альтернатива для праздничных коллективных замесов. Открывается секция больших и жирных игр, готовых своим предшествием превратить последнюю неделю апреля в тот еще аттракцион. Канадцы из Red Barrels не собираются ломать то, что и так хорошо работает, поэтому готовят сиквел Outlast по классическому правилу. Все то же самое, но побольше да покачественней. Ну, если получится. Ужасаться и спасаться можно будет 25 апреля. В тот же день свет увидит Sniper Ghost Warrior 3. Польская видеоигровая индустрия сейчас переживает невиданный подъем, и CI Games, каких-то пять лет назад считавшийся чуть ли не главным европейским трэш-мастером, может теперь закрепить этот национальный успех. Стать, так сказать, венцом благоприятной тенденции. Шансы есть, хотя в изумительно, конечно, верится с трудом. Но посмотрим, посмотрим. Горячий вторник 25 числа то ли пытается немного остудить, то ли наоборот еще больше подогревает симулятор ходьбы What Remains of Edith Fitch. Сказание об одном семейном клане из штата Вашингтон, все члены которого в разное время погибли при обстоятельствах разной степени загадочности. Каждую из этих смертей нам и предстоит увидеть и чуть ли не прочувствовать, задумываясь о тленности бытия. Большой праздник случится на улице любителей 40-тысячной Вахи, и имя этому празднику – Dawn of War 3. Разработчики неустанно повторяют, что при производстве игры они соединили вместе ключевые положительные черты предыдущих двух игр серии. Таким образом, мы увидим и масштабные сражения, и гигантских юнитов, и уникальных героев с особой ролью на поле боя, и вариативность прохождения миссий. Ребята, пора завершать этот список, а то рекорд продолжительности календаря релизов окажется слишком головокружительным. Финальный пункт застолбил за собой платформер-ужастик Little Nightmares, который лично у меня вызывает стойкие ассоциации с творчеством студии Playdead. Смотрите наше свежее превью про маленькую девочку в желтом дождевике, отвратительных созданий ее окружающих и… чрева. Самое занятное, что это далеко не все примечательные игры апреля. Есть же еще добравшаяся наконец до европейского рынка Persona 5, спустя четыре года распрощавшаяся с эксклюзивностью для Wii U Lego City Undercover, уже представленная в одном из прошлых выпусков Expeditions Viking, а также ударная группа переизданий – Bulletstorm, Landscape Torment и Full Throttle. Ух, и нам, и вам будет чем заняться на stopgame.ru. Там и увидимся. Все, ушел. Субтитры создавал DimaTorzok